добрый вечер дорогие друзья сегодня от михаила я получил небольшие ролики он просил как бы разместить на канале это видео ответ его видео ответ на комментарии под последнее видео где был тестировался ножики звонать из 10 потом он из рукояти выскочил в бой вступил как говорится этот как называется z-max в одну и в комментариях понятно что мнение разделились кому-то нужны эти стать кому-то не нужны кто-то пишет о какой хрупкий рэкс как кто-то пишет что дрожавеет от одного взгляда кто-то пишет что это все эта фигня то что маленький клиночек 120 миллиметров анализа 10 отработал почти на ну условно говоря полтора бк это вообще никакой не результат понятно пусть это ну вы можете сами почитать комментарии полемика естественно что каждый до каждого какой-то свой нож свой свои мастера то есть своя геометрия на предпочтительные то есть и многие пытаются это доказать ну как бы принести своих комментариях что это все не то вот у меня лучше и ножик но мне больше всего конечно нравится комментарий где читать что нож не дом не может стоить столько-то денег он может стоить вот столько-то и все и поэтому ну это очень забавный комментарии на самом деле ну я не буду пока вдаваться в эту тему это тема очень обширная и туда нужно погружаться более углубленным так сказать они поверхностно о стоимости ножа там в общем все это тетила понятно что сейчас у всех карманы по-разному набиты и естественно что может для кого-то нужно 50 тысяч стоить это нормальных пене вполне вменяемых денег для другого это человека это такая стоимость ножа она вызывает какое-то внутреннее негодование гнев направленный прежде всего на оппонента который владеет этим ножом и в общем ну это пока не будем вдаваться в эту полемику вот и михаилу в своем комментарии пытается донести но как он видит эту ситуацию как это все начиналось что он испытывает как он испытывает ну еще раз хочу сказать что здесь не стоит задача вот этих всех тестов вместе с полей чтобы очернить очернить какого-то другого мастера очернить что вот этот производитель делает шнягу а вот эти ножи супер топ то есть у михаилу было очень достаточно большое количество ножей он проверяет смотрит и он делится прежде всего со мной так как я большинство ножей присылаю а я уже в свою очередь делюсь с вами что вот показывается реальная работа конкретной стали не идет в речь сейчас о геометрии клинка геометрии ножа в целом о том какая там рукоять там еще вот это все 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 не вообще речь не ведет то есть если вы видите там просто кусок клинок и который всажен в черенок это не говорит о том что нож будет такого вида готова виде естественно это говорит о том что я хочу для себя и как нет термист посмотреть на что способна сталь в таком-то режиме термообработки как она себя ведет как она правится как она затем затупливается процесс затупления мгновенный не мгновенный насколько его хватает то есть чтобы уже понимать что можно улучшить а что лучше уже не трогать так хорошо поэтому здесь еще раз хочу сказать что ввесть из полей это не говорит о том что у всех остальных пользователей ножи это просто шлак а вот у нас самый лучший нет это просто как бы для меня в первую очередь для термиста это тоже первую очередь и я этими выводами то есть вот этими результатами делюсь с вами чтобы не было никаких голословных там заявлений что я могу сказать что пмд-550 этом отрезала на выставке хреновую тучу канат еще плюс потом разобрала там лосей там олени или еще кого-нибудь без как говорится подтверждения ну подтверждение этому есть то есть на канале есть как 550 допустим отработала на выставке снимали были зрители это все было в прямом эфире и том как 550 отработал непосредственно на разделке там зверушки вот поэтому как говорится как он просил я тоже прошу давайте уважать мнение оппонента собеседника то есть у каждого своя правда у каждого своя правота вот но если есть какие-то дискуссионные моменты то вполне логично что можно легкую как говорится дискуссию без руганий без оскорблений без переходя на личности и всего остального можно спокойно подискутировать если есть нормальный человеческий диалог то есть если оппонент как бы из разряда ты сам дурак а я здесь хороший красивый встаю в белом пальто то естественно с таким оппонентом бесполезно о чем-то говорить потому что у него своя правда и какие-то другие альтернативные точки зрения он воспринимает поэтому буду видеть всех на своем канале если у вас есть какое-то подтверждение что почему вот этот нож который у вас он гораздо лучше чем допустим тот который представлен на канале либо тот который не представлен на канале либо еще какой то есть если вы нормальным человеческим языком объясните что он лучше или удобнее в таких-то таких-то параметрах да это возможно все прочитают и они как бы естественно комментарии которые содержат ненормативную лексику переходя на личности не только на мои а на оппонента других то есть они сразу я удаляю все что затрагивается там каких-то политических мотивов там и всего остального это тоже единственное сразу блокирую даже не важно там канал старый молодой неважно кто написал только если есть вот такая какая-то фигня я сразу блокирую участника чтобы я уже это предупреждал об этом и все поэтому как говорится давайте жить мирно дружно уважать мнение друг друга слышать друг друга и поговорить с людьми всегда хорошо в конце вот этого его как лица видео обращения будет небольшой короткий ролик вчера его или когда-то мне сняли я не помню то есть вот этот нож зек макс который дорабатывал по быку дали человеку который вообще не в теме просто он охотник там но я не знаю вот ему дали ножик и он высказывает свое мнение непредвзятое человек даже не знаешь что это за сталь откуда она взял лазит ну в общем ему дали просто нож говорит режь и потом поделись своим мнением и он высказывает свое мнение ну что что на этом все всего доброго пока пока добрый день подписчики гости зрители и просто все хорошие люди канала владимир владимирович а ну что же хотелось бы сказать дорогие друзья коллеги по поводу последнего видео там немножко в комментариях пошли какие-то разногласия по поводу по поводу ножей как ни странно задача наша задача в очередной раз хотелось бы вам напомнить дорогие друзья что я не являюсь не экспертом в ножевых значит сталях я не являюсь экспертом в термообработке я не являюсь экспертом значит в мясной какой-то промышленности я просто среднестатистический такой простенький охотник и человек который живет в колхозе и где-то там что-то там у нас связано со скотом так вот два года назад когда владимир владимирович предложил тестировать ножи в реальных условиях я почему согласился потому что эта тема близка мне как охотнику человеку который является пользователем до ножей вот и в той или иной мере дать постараться дать подробную информацию о сталях как ими работать значит как они правятся в процессе затупления значит насколько долго они режут вот поэтому я всегда говорю что по техническим данным обращайтесь пожалуйста владимир владимирович к слову о ножах значит нет никакой задачи вступить в спор значит какой клинок какая форма клинка лучше какой термист лучше потому что это абсолютно бесполезное занятие потому что каждый останется при своем мнении но есть та категория людей которые отношусь я и очень много моих родных и близких друзей в окружении которые после проведения двух годовых тестов они выбрали себе несколько значит ножей из разных сталей вот поэтому просто стараюсь рассказать помочь с определением и выбором той или иной стали значит работали мы как и бюджетными ножами сталями из бюджетных ножами из бюджетных стали вот так вот вот ну к слову сказать что вот у меня есть рекс вопрос когда встал о большом количестве разделываемой продукции я обратился напрямую к андрею алексеевичу и он сказал однозначно рекс отдал денег не пожалел нож находится значит у меня уже три года сразу как он ко мне пришел я им очень очень хорошо работал очень хорошо работал и я не мог поверить что нож может выдерживать такие нагрузки которыми с которыми я его сталкиваю вот но потом пришло время когда и ко мне начали приходить ножи от владимира владимировича и соответственно он как-то на полочку мне пришел но тем не менее до моей коллекции в моей рабочей коллекции есть вот такой нож значит пользуюсь ножом из постоянно пользуюсь ножом из стали 440 си значит как-то мне лопаточка досталась значит от владимира владимировича пришло несколько лопаточек и вот я попросил мне сделали вот такой вот ножичек вернее я не попросила человек сказал что я хочу сделать тебе подарок но мне нужна хорошая осталька средний вот вот этот нож он у меня постоянно на поясе значит на последних тестах был у нас вот z z max который к слову сказать проявил себя с лучшей с наилучшей стороны в конце этого ролика владимир владимирович поставит коротенькие видосики когда ножичком вот этим поработал абсолютно значит и беспристрастный человек вот еще раз напоминаю нашу цель и задачи этих тестов поделиться своим мнением в пользовании ножами из той или иной стали все ножи приходят экспериментальные если происходят какие-то поломки как это произошло с фанатисом то есть это не говорит о том что это плохой нож или еще что то то есть это просто экспериментальные варианты значит там в комментариях написали что ванадис не выдержал нагрузок и все остальное смотрите процессе работы у меня всегда с собой есть я всегда говорю что если будет необходимость я пользуюсь вот таким природным камнем я не знаю что это за камень вот и досточкой вот с пастой с алмазом до того момента пока нож режет я им работаю и делюсь впечатлениями после того как нож перестает совсем перестает резать я поправляю его значит вот этими камушком и досточкой и потом смотрим насколько качественно и быстро восстанавливается режущая кромка вот и все пожалуйста берегите себя берегите нервы свои берегите нервы окружающих вот если есть какие-то вопросы именно то есть вот чтобы поделиться какими-то впечатлениями всегда рад ответить всегда рад поделиться своими какими-то мыслями вот поэтому давайте будем корректны друг другу и оставим эти пустые споры по тому что допустим нож должен быть именно вот такой формы или должен быть вот такой формы я считаю так вообще что у хорошего пользователя скажем так ножевика у него должно быть конечно же два ножа вот которым можно комфортно порезать вот и который может быть будет пригоден для каких-то силовых значит нагрузок а так вообще эту тему уже обсуждали при разделке зверя всегда нужна вообще-то тяпочка да то есть или маленький топорик поэтому всем здоровья успехов вот я все-таки думаю что нож для того чтобы все-таки резать но наши тесты они еще направлены на углубленное углубленное изучение каких-то боковых нагрузок и выкрашивание режущей кромки после термообработки того или иного термиста поэтому мы проводим углубленные скажем так тесты но здравомыслящий человек здравомыслящий человек он никогда не позволит себе значит ножом допустим из там рекса там или еще какой-то 120 пятки взять да то есть и там по кости поколотить таким образом чтобы сломать такой инструмент и да к слову сказать что за три года нож не заржавел ничего мне не некоторое затемнение есть то есть вот ну конкретно каких-то коррозионных моментов не произошло с ним вот и по поводу боковой нагрузки когда я отсылал свои впечатления андрея алексеевичу и владимиру владимировичу вот этот рэксюля он прям хорошенечко проходится по костям чем мы всех и друг друга и окружающих очень удивили поэтому дай бог всем здоровья крепкого прикрепкого острых ножей удачных охот и здравых мыслей усилия какие-то предлагаете совершенно нет на удивление очень мустро все ох как я на смешанную пляжку возьми смотри как это самое нож сейчас попробовал ты знаешь режет так за макс попал на животинку сегодня посчастливилось нашему за максу присутствовать при разделке некоторого количества мяса мяса вот и ну кстати неплохо я скажу весьма не можем мы вот так перевернуть сюда но так давайте он даже могут вот так вот немножко это самое и неплохо сейчас поработаем я вам скажу что происходит с этим ножом как это все выглядело ну хорошая странниче не скажешь причем значит уважаемый человек который работает этим ножом он вниз не знает не знает что происходило с до сего момента мы в конце обвалки вот этих двух ног козерога мы потом откроем секрет нашему дорогому Сан Санычу и он потом скажет свое мнение итак продолжаем сейчас дядя Ваня не скупится на аппетиты и звание прям по кости загоните его письма напоминаю ребята что данный нож после того как прошла вторая заточка и он взял свою натуральную остроту и для скептиков которые говорят что порошковые стали значит премиум стали невозможно использовать на охоте невозможно использовать для среднестатистического охотника вот здесь вот происходит следующее я его перетачивал на китайском станке китайскими алмазами и вот мы сейчас доходим до того момента когда заканчиваем обдирку ну скажем так теста не самый сложный но открываем значит все карты Сан Саныч вот этот нож значит разобрал быка по костям по мастям и по всей остальной требухе причем без топора без это самое вы можете себе представить и после этого тут у него сохранилась такая стальто достойный достойный но очень достойный можете попробовать помяску немножко там чем-то отрезать ну как бы лежит хорошо весьма вот это нет предвзятое мнение профессионала высокого уровня так что всем здоровья всем значит успехов в охоте в ножевых в ножевых всех делах и з-макс ждет своего звездного часа по какой-нибудь животинке